Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главное за неделю в Самаре расскажут наши журналисты и я, Андрей Горгуленко. Коротко о некоторых темах. На следующей неделе ученики 6-11 классов в регионе будут обучаться дистанционно. Какие еще ограничения вводятся в Самарской области из-за распространения коронавирусной инфекции? В Самаре началось строительство нового детского сада. Его возведут в Октябрьском районе города. 19 жителей Самарской области стали лауреатами государственных наград. Почетные знаки и дипломы вручил губернатор Дмитрий Азаров на торжественном собрании, посвященном Дню Народного Единства. На этой неделе каждые сутки в Самарской области регистрировали более 180 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе с начала пандемии перевалило за 17 тысяч. При этом почти на 30% превышен эпид-порог по ОРВИ. На оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции было принято решение отправить учащихся с 6 по 11 классы на дистанционное обучение. Пока на неделю. А с четверга больным COVID-19, находящимся на амбулаторном лечении, начали привозить лекарства на дом. Подробности в нашем сюжете. В понедельник после каникул в школы выйдут только ученики младших классов Самарской области. Учащиеся с 6-11 классов переходят на дистанционное обучение. Такое решение принято на оперативном штабе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. И пока это касается только периода до 16 ноября. Продолжат действовать ограничения по присутствию подростков на фудкортах в торгово-развлекательных центрах без сопровождения взрослых. Глава областного Минздрава Армен Бинян сообщил, что на стационарном лечении находится порядка 5300 больных. Около 15,5 тысяч человек лечатся амбулаторно. Сейчас в медучреждениях области создано 6013 ковидных коек. Свободно 13%. По поручению губернатора с 5 ноября Самарцам, которые дома лечатся от коронавируса, начнут доставлять бесплатные лекарства. Первая партия в регион уже поступила. На приобретение медикаментов для этих целей получены средства из федерального бюджета по решению президента страны Владимира Путина. Мы уже забронировали все необходимые лекарственные препараты. Во-первых, их посчитали и распределили по моделям пациентов. Всего там получается до 9 разных вариантов группировки лекарственных препаратов. Это первое. Второе. Поставка лекарственных препаратов уже на счета. И мы рассчитываем, что в течение 10 дней мы получим все необходимые лекарственные средства. И уже с середины ноября, с 15 числа, наши бригады начнут эти препараты выдавать пациентам. Армин Сокрович, меня это не устраивает. Получаем препараты. Все. Должны буквально через день они уже быть у больных. Да, пожалуйста, больным там описывайте, что есть комплекс, да, что к этому препарату дополнительно нужны ряд других препаратов. Пожалуйста, давайте лезть, скажи, что их нету. И они будут там через 5 дней, через 7, через 10. Объясняйте людям. Но препарат, которым нуждаются люди, 10 дней держать на складах, только потому что нам так удобнее, проще управлять, как вы сказали, я не согласен с этим. Также необходимо продолжить наращивать запасы лекарственных средств в аптеках региона. К проверочным мероприятиям подключилась областная прокуратура. По поручению губернатора на последнем заседании оперштаба присутствовала директор крупной аптечной сети. Она сообщила о проблемах в работе. Препараты, которые сейчас применяются для лечения SARS-CoV-19, они, конечно же, не обладали высоким спросом до эпидемического периода. И у многих производителей физически отсутствует возможность к выпуску требуемого количества препаратов. Но тем не менее, мы работаем очень плотно, у нас очень много прямых контрактов с производителями. И сейчас, на этой неделе, наверное, сложно будет, но за следующей неделе пойдут поставки основных препаратов. Дмитрий Азаров подчеркнул, что областные власти готовы оказывать полное содействие в решении проблем. Задача – отработать с поставщиками вопрос регулярной поставки лекарств в аптеки. В регионе продолжает увеличиваться число коек для лечения больных. Задействованы санатории. Модель работы санатория «Можайский», где развернуты 120 мест, будет распространена на другие курортные учреждения области. В ближайшее время в них будет создано 759 мест. Люди старше 65 лет и беременные женщины будут отправлены на удаленную работу. Для помощи тем, кто находится на самоизоляции, вновь привлекут волонтеров. Сейчас по области на дежурство выходит 89 активистов. 163 человека помогают медицинским организациям в административной работе. Виктория Шарая, События. Десятки самых юных дошкольников готовятся пойти в свой первый коллектив. Сразу в нескольких детских садах Самары завершаются работы по созданию новых ясельных групп. Возраст от года до трех лет. Тот самый, когда ребенок делает первые шаги. И для многих семей важно, чтобы он в это время был под наблюдением специалистов. В каких условиях будут находиться малыши, увидел Олег Зверев. Это наша спальная комната. Детки будут здесь спать. Здесь тоже был проведен капитальный ремонт, замена полов, стен, покраска стен. Заведующий детским садом рассказывает, какие работы проведены в помещении для открытия новой ясельной группы. Здесь будут спать самые маленькие воспитанники до трех лет. Из семей, где маму пора отпустить на работу. Здесь они будут играть. А здесь раздеваться после прогулки. В детском саду номер 183 подготовка помещений на 25 детей уже практически завершена. Сегодня детские сады, в которых создаются новые ясельные группы, проверила глава Самары Елена Лапушкина. Здесь еще только начинается установка мебели. Интерьерные работы уже выполнены. Это детский сад номер 193. До середины ноября все обещают сделать. В новые помещения скоро придут 30 годовалых воспитанников. У нас есть действующая группа. И вот еще одна группа открывается. Ну сколько? Две. Ну две вообще, две ясельные группы. В 201-м детском саду работы в самом разгаре. Подрядная организация выполняет отделку интерьера, чтобы уже в конце месяца сдать два помещения под ключ. Каждый будет рассчитан на 30 малышей. Пока в портале к нам ставят задачу 25 и 25, но мы умещаемся в 60 детей. Я еще раз повторюсь, потому что норма 2,5 км на ребенка. И как раз это группа 62 км, или высшая группа 57 км, мы вполне по 3 детей можем запоминтовать. На финишной стадии и отделочной работы в детском саду номер 140 проводится монтаж потолочного покрытия, дверных и оконных проемов. В санузле необходимо завершить плиточные работы и установить этажерку на 30 горшков. Вся мебель, игрушки, все уже есть у нас. Техника, все в наличии. А сколько здесь будет группа? Сколько человек? Здесь на 30 человек площадь позволяет. В этом году в Самаре будет открыто почти полторы тысячи ясельных мест в детских садах. Таковы показатели национального проекта «Демография». Новогодние праздники самые маленькие самарцы встретят уже в своем первом коллективе. Есть показатели по национальному проекту «Демография», в том числе об открытии новых ясельных групп. В этом году мы проводим ремонтную работу в уже существующих детских садах и докомплектовываем ясельные группы. Больше 1400 ясельных мест. Но я думаю, все замечания будут устранены и дети пойдут в хорошие, светлые, теплые, красивые помещения. Все работы выполняются в медицинских масках со строгим соблюдением санитарных норм, которые в дальнейшем будут только усилены. Все-таки здесь готовят места для детей самого нежного возраста, которые только еще встают на ноги, и от их здоровья сегодня зависит вся будущая жизнь. Олег Зверев, Василий Колдашов, Константин Головин. События. Еще один детский сад построят в Октябрьском районе Самары. Его взведут по адресу улицы Подшипниковая, 27, на средства национального проекта «Демография». Земляные и демонтажные работы на участке идут полным ходом. В этом убедился наш корреспондент. Расчищают территорию от мусора и сносят старое здание. Строители на Подшипниковой, 27, как только заключили контракт, сразу начали необходимые работы, чтобы приступить к рытью котлована и заливке фундамента под новый детский сад. Ранее это здание и территория принадлежали Министерству обороны, но теперь земля перешла в муниципальную собственность. И здесь появится дошкольное учреждение на 112 мест, 21 из которых – «Ясельные». Мы в прошедший период подготовили проект, получили положительное заключение государственной экспертизы, включили данный объект в финансирование за счет средств федерального бюджета в рамках национального проекта «Демография». Полностью готовый объект подрядчики должны сдать 31 августа 2021 года. Андрей Горгуленко, Максим Гусев, Николай Сидоров. События. 19 жителей Самарской области стали лауреатами государственных наград. Почетные знаки и дипломы вручил губернатор Дмитрий Азаров на торжественном собрании, посвященном Дню народного единства. В этом году особая благодарность медикам, которые сейчас стоят на передовой борьбы с коронавирусной пандемией. Впрочем, награды получили и представители других профессий, которые обеспечивают благополучие жителей региона и страны. Олег Зверев продолжит. Ей сейчас уже месяц и 12 дней, и она у нас весит килограмм 300. Ой, какие вы молодцы. Молодцы. Варвара краса, длинная коса. Новорожденная Варвара поступила в педиатрическое отделение больницы Середавина с критической массой 800 граммов. Сегодня ее жизни уже ничто не угрожает. О состоянии девочки докладывают заместителю главного врача. Это не самый тяжелый случай, рассказывает Наталья Куликова. До 43 года работы ей приходилось встречаться лицом к лицу с самыми сложными детскими болезнями. Но именно здесь, в этом отделении, каждый день происходит чудо исцеления. Ежегодно 100 тысяч пациентов обращаются в консультативную поликлинику больницы имени Середавина. Из них 25 тысяч детей проходят через стационар. 18 тысяч лечатся амбулаторно. Мы забираем детей через нашу санавиацию, начиная буквально с первых часов жизни. И ведем его до 18 лет. Поэтому мы этого ребенка знаем, когда он родился. Мы этого ребенка знаем, как он рос. Мы знаем, как он болел. Мы знаем те дети, которые имеют очень серьезную и сложную патологию. Мы их знаем, ну, анамнез их знаем, знаем, как у них протекает это заболевание. И в другую больницу они не пойдут, потому что они знают, что здесь помогут. Очень большое удовлетворение от работы, потому что, ну, если не 100, то 99,9 детей уходят от нас, по крайней мере, с выздоровлением, здоровыми. Наталья Куликова – врач высшей категории, кандидат медицинских наук, отличник здравоохранения. И вот новые звания – заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации. Награду вручил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Торжество приурочено ко дню народного единства. Сегодня это как никогда актуально. Мир должен объединиться перед угрозой пандемии. И медики на передовой этой борьбы. Каждый из вас в силу своих должностных обязанностей и гражданской позиции делает все, чтобы защитить здоровье конкретного человека и общественное здоровье в целом. Кто-то объясняет и разъясняет, кто-то непосредственно в этом участвует, кто-то просто помогает людям, которые нуждаются в этой помощи, а кто-то своим творчеством, талантом вдохновляет людей в этот непростой период, поддерживая этим и их иммунитет, а значит защищая здоровье. Спасибо вам за это. Весомый вклад в развитие медицины внес Сергей Китайчик, который уже 25 лет возглавляет областную детскую инфекционную больницу. Награжден почетным знаком за труд во благо земли Самарской. Врач, патриот и поэт, любовь к своему делу и к малой родине выразил в стихах. Без тебя, без Самары, без Волги я на свете прожить не смогу. И тихонько беседую с речкой, говорю обо всем, не тая, как мне дороги. Волжские дали эти милые сердцу края. Спасибо за награду. Лауреатами государственных наград стали 19 представителей самых разных профессий в области культуры, сельского хозяйства, промышленности, науки и образования. Художественному руководителю Самарской детской школы искусств номер 4 Наталье Семеновой присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Самарской области». Ответное слово – благодарность медикам за спасенные жизни. Столько медиков, разрешите высказать гражданскую позицию, свою собственную. Слава Богу, у нас пока это не коснулось мою семью, но нижайший поклон всем людям, кто ежедневно стоит, скажем так, у станка этой борьбы. Спасибо вам огромное. Каждый из награжденных не просто стал лучшим в своей профессии. Почетные знаки – это признание дела, которому они посвятили жизнь, ежедневным трудом создавая славу и благополучие Самарской области. Олег Зверев, Николай Сидоров, События. В Самаре проходит финальный этап приема благоустройства улицы Старозагора. Представители профильных департаментов совместно с сотрудниками муниципального бюджетного учреждения «Дорожное хозяйство» выявили ряд недочетов в ремонте. Устранил ли их подрядчик, расскажет Елена Малютина. Елена Елена живет на улице Старозагора около 20 лет. Говорит, когда-то здесь был красивый прогулочный бульвар, который со временем пришел в негодность, как и дорога, расположенная поблизости. Ее часто латали и перекладывали в верхние слои асфальта. Улица требовала полноценного комплексного ремонта. Такая возможность появилась благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В прошлом году привели в порядок участок от советской армии до Воронежской, в этом году – до Ташкентской. Заменили асфальт на площади 75 тысяч квадратных метров, отремонтировали тротуары, в местах массового притяжения людей обустроили порядка 9 тысяч квадратных метров плитки. Привели в порядок и газоны, позаботились о безопасности, заменили дорожные знаки и установили более 6 километров перил. Все изменения согласовывались с ГИБДД и представителями профильного департамента Самары. Благоустройство жителей радует. Сейчас хорошая погода, я с большим удовольствием иду по улице Старозагора, даже до проспекта Кирова, чтобы вообще пройти с пешком. Отремонтировали хорошо, дороги сделали хорошие, особенно хорошо, что сделали вот эти заграждения, что ни машины теперь не могут заехать, ни люди не могут перебегать. Я вообще-то сама работаю в школе и учу детей соблюдать правила дорожного движения, сама соблюдаю. Автомобильную загруженность улицы Старозагора учли. В проект внесли дополнительные заезды для общественного транспорта, расширение проезжей части, все обустраивалось с учетом инженерных коммуникаций, прибавилось и число парковок. На всех этапах благоустройства ввелся строгий контроль представителями общественности, профильными департаментами и кураторами муниципального бюджетного учреждения «Дорожное хозяйство». Все работы выполнены в срок. Подрядчик по контракту жизненного цикла обязан всесезонно содержать дорогу и следить за ее состоянием на протяжении трех лет. На финальном этапе приема благоустроенной улицы выявлены незначительные недочеты. Подрядчик их устранил за свой счет. При приемке работ, при выполнении работ возникают какие-то нюансы. При укладке асфальтобетонной смеси, при укладке плиточного покрытия, в том числе для слабовидящих. На этапе финальной приемки были определенные шероховатости при выполнении работ. Сейчас подрядная организация проинформировала заказчика об устранении имеющихся замечаний. В среднем на устранение каждого недочета дается от трех дней. Для приемки используется трехметровая рейка для проверки ровности покрытия, также курвиметр и металлические рулетки с использованием также лазерных приборов для точности измерения. Все замечания у нас устраняются в кратчайшие сроки, потому что это влияет также на приемку. Это буквально прям мелочные замечания какие-то, которые не кардинальные, но все же для качества выполнения работ обязаны быть устранены и для общего эстетического вида. Финальный этап приема благоустройства улицы Старозагора завершится до конца текущей недели. Елена Малютина, Григорий Плешаков. События. Благоустройство сквера Аксаковых в Самаре входит в завершающую стадию. Как идут работы, проверили глава города Елена Лапушкина и депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. Рабочие уже выполнили все земляные работы, продолжают устанавливать большие стеклянные стенды, которые символизируют страницы книги «Аленький цветочек». Что еще появится в обновленном сквере, узнала Лариса Шлафаст. Сквер Аксаковых в Самаре преображается буквально на глазах, когда-то именно здесь, на пересечении Фрунзе и Красноармейской, стоял дом, в котором жила семья губернатора Аксакова. Сквер с пятью фонтанами по проекту Петра Щербачева появился здесь в 30-х годах прошлого века. Местные жители решили вернуть первозданный вид этой территории и приняли участие в областной программе содействия. Как идут работы, проверили глава города Елена Лапушкина и депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. Здесь уже выполнены все земляные работы, специалисты продолжают устанавливать стеклянные стенды, которые символизируют страницы книги «Аленький цветочек», которую написал отец Григорий Аксакова. Во время раскопок здесь обнаружили старинную кладку. Оказалось, это печь до Максаковых. Ее решено сохранить. Мы приняли решение все-таки открыть для всеобщего доступа вновь открывшиеся фундаменты, и для этого нужны определенные работы. Но, тем не менее, работы ведутся, работы ведутся достаточно активно, и сквер, конечно, получится крайне интересным. Следующая точка – сквер Устинова. Это одно из предполагаемых мест для размещения мемориала генералам-фронтовикам. Родившимся или похороненном в Самарской области. В результате архивных поисков удалось установить имена 177 уроженцев региона, участников Великой Отечественной войны, имевших высшие звания командного состава вооруженных сил. Остается решить организационные вопросы и определиться с местом установки памятника, а также с архитектурным решением будущей скульптуры. Мемориал планируется разместить в центре города, в непосредственной близости к площади Славы, Вечному огню и Аллеи маршалов. Мы, по сути, делаем ноу-хау. Никто и никогда такой работы не проводил, и ни в одном регионе России нет на сегодняшний день памятного мемориала, знака, который бы увековечивал уроженцев этой территории, высших имевших воинские специальные звания, участников Великой Отечественной войны. Мы первые. Я уверен, что наш опыт будут перенимать и другие регионы. Нам очень важно, чтобы это был не просто монумент, еще один появившийся в городе, а чтобы он действительно был знаковым, чтобы он находился там, где это максимально органично. Открыть новый памятник планируется в 2021 году. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События. 79 лет назад Куйбышев оказался одним из трех городов страны, помимо Москвы и Воронежа, где состоялся военный парад. Оттуда участники и вся техника отправлялись прямиком на фронт. Однако демонстрация военной мощи в запасной столице была самой масштабной. Именно в Куйбышеве состоялся единственный за все военные годы воздушный парад, когда над площадью пролетели более 700 бомбардировщиков нового типа. Впервые парад памяти до мельчайших деталей был воссоздан в Самаре 10 лет назад. В первые месяцы войны в запасную столицу были массово эвакуированы промышленные предприятия, иностранные посольства, журналисты ТАСС и руководители главных советских и зарубежных газет. Беспребойная связь с Москвой фронтом, с заводами и органами власти осуществлялась именно из Куйбышева. О героическом подвиге связистов и голосе эпохи военного времени Юрия Левитане издания Советского информбюро «Репортаж Ольги Павловой». Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение! На самом же деле первое объявление о войне зачитал министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов, а Левитан лишь повторил его спустя несколько часов. По свидетельству очевидцев, сердце юного радиста бешено колотилось, душили гнев, ненависть и волнение за судьбу Родины, за мир и спокойствие всех, кто был ему так дорог. Цех за цехом! Дом за домом! Очищали наши войска от гитлеровцев! Уничтожали последние очаги сопротивления! В первые месяцы войны Куйбышев получил статус запасной столицы. Сюда стянули связистов со всей страны, в том числе иностранные посольства, журналистов ТАСС, редакторов главных советских и зарубежных газет. Огромное помещение на Красноармейской, 17, выделили под жилье. Здание было построено из кирпичей взорванного кафедрального собора, который находился на месте театра, оперы и балета. Когда дом связи строили, предполагалось, что он будет состоять из четырех корпусов. К началу войны возвели три из них. Четвертый радиодом построить не успели. Архитекторы хотели оформить его красиво, в виде конструкции цилиндрической формы. Планировали, что там будут показывать спектакли, кино, хранить в видеотеку Советского Союза. Именно здесь хотели разместить амфитеатр и концертный зал. Но не сложилось. Началась война. Во время войны в здании дома связи размещалась городская телефонная станция «Телеграф». Только в 1941 году было зафиксировано 1 миллион 100 тысяч междугородних телефонных разговоров. Это военно-полевой телефонный аппарат. Связь тянули проводом прямо на фронте. И соединялась она по проводам. Командир мог поддерживать, отдавать распоряжение подразделениям. Ну и также командующий фронтом отдавал распоряжение. Здесь сбоку ручка, она крутится. Очень громкий сигнал. Работать в Доме связи стремились все. Это было престижно. Людей привозили на помощь из Москвы. Было много эвакуированных связистов из Сталинграда и Киева. Еще в годы войны начали говорить о том, что из здания на Красноармейской 17 вещает сам Левитан. Левитана здесь не было никогда. Это городская легенда. Во всяком случае, вот в этом здании его совершенно точно не было. Доктор исторических наук профессор Александр Лепенецкий считает иначе и предполагает, что Юрий Левитан был в Куйбышеве в годы Великой Отечественной войны. Очень много об этом говорят. Но вот, к сожалению, ни одного документа, подтверждающего, что Левитан был здесь, в Куйбышеве, нет. Но нет и ни одного документа, опровергающего, что Левитан был в Куйбышеве. Возможно, Левитан в годы войны действительно был в Куйбышеве. Но не в здании Дома связи, как гласит городская легенда, а на радиоцентре имени Попова. Радиостанция создавалась близ поселка Новосемейкино как оборонительное сооружение и располагалась под землей. Глубина ямы была длиной в две пятиэтажки. Радиоцентр мог выдержать прямое попадание самой мощной авиабомбы. Сигнал оттуда подавался на мощнейший передатчик под кодовым названием «Объект номер 15». Когда-то вещание велось отсюда на весь мир. Нью-Йорк, Тегеран, Лондон, Владивосток, Хабаровск. Передатчики радиостанции отключили в 2005 году, а потом и вовсе демонтировали. Но место по-прежнему уникальное. В разгар чемпионата мира стадион Самара-Арена принял 248 тысяч человек. Во время войны Куйбышев был мощным информационным центром и столицей всех средств массовой информации. Здесь трудились журналисты главных советских и зарубежных изданий. Только после битвы на Курской дуге, когда окончательно определилась наша победа, иностранные представительства стали покидать наш город. Разъехались и телеграфисты. В ночь с 8 на 9 мая 1945 года на прием поздравительных с Телеграм персонал был мобилизован вновь. Дом связи снова окунулся в мирную жизнь. В ней было еще многое. Установка телевизионной антенны, которую позже сменила веб-камера, телефонная станция, телеграф, переговорный пункт и интернет-кафе. Сменяли друг друга словно под стук метронома, отсчитывающего часы, минуты, года. Ольга Павлова, Константин Головин, Григорий Плешаков. События. На этом наш выпуск завершен. До встречи. Не болейте. Субтитры создавал DimaTorzok